Добрый вечер! Будем продолжать наше учение Таня с самого начала, как мы начали уже третий урок будет у нас, в первой главе, страница 43-я, после примечания. Примечания не будем читать. Придет время, и будем дополнить все, что мы не доучили, наверное, когда мы все будем посильнее знать общую тему, тогда будем входить в детали, в других деталях. Мы, если коротко, того, что учили до сих пор, я не говорю о первом уроке, который был посвящен окладу, который божественная душа должна дать Творцу. Это была отдельная тема. Но с тех пор, когда мы прошлого урока учили, что есть пятый уровень у каждого поколения, Каждая еврейская душа может попасть в один из пятых видов уровня, грешный, который ему хорошо, грешный, который плохо, праведный, который хорошо, праведный, который плохо. И средний, прошлый урок, второй урок, мы учили в общем словам, что это означает. И мы поняли, что праведный, который ему хорошо, или у него хорошо, это совершенный праведный, и это указ о том, что у него остается только доброе желание. Не осталось никакого злые, не поступки, а желание. Праведный, который у него есть и плохого черта, несовершенный праведный. То есть у него есть недостатки, но они полностью под влияние добро. Добро. Это нам рассказал Моисей в книге Рая Мехемна, в разделе Рая Мехемна, который включен в книге Зор. Праведный, который у него есть добро, это не абсолютно праведник. То есть у него есть добро, но это добро под влияние зла. И грешный, который у него плохого, это самый низкого уровня, это грешный, который не остался у него добра внутри его жизни. И средный. Средный нам не было никакого выяснения, что это такое. Но мы находили слова раба, который был в то время глава поколения, он был учитель. Абая и Ровы, известных Мураим, которые говорили по тему, кто такой средный. И он говорит, я средный. И в долгом обсуждении Ребе нам доказал, что средный это уникальный человек. Человек, который никогда не грешит. Никакого вида грехов или недостаток у него не существует. Вот и наш вопрос, почему средный? Вот об этом мы спросили в прошлый урок. Почему он называется средный? Не только почему он называется средный. Это как в воды бросают маяк, который будет показать, где находится что-то. То есть, если мы бросали маяк средный вот посередине, получается, что право и лево это грешный или праведник. Он средный. То есть, это очень серьезно. То есть, если средный это человек, который не грешит, так где тогда получается в правой стороне находится праведник? Что ему надо делать для того, чтобы быть праведник? И если мы бросаем в сторону лево, то есть грешный, то сколько грехов грешный должен делать для того, чтобы считаться грешным? Ну, к этому мы уже получили ответ прошлого урока. Хоть что-нибудь. Мы уже это получили. Только мы не понимаем тогда разделение между грешниками, которыми у него нет добро, и грешники, которым присутствует у них добро. Это как, в каком месте они разделаются? В каком этапе это происходит? Ответ к уровню этих пяти видов среди еврейского народа мы получим в 10 главе о праведнике, 11 главе про грешников и 12, 13, 14, 15, 16 про средние. Почему так много средних? Потому что это книги для средних. Поэтому книга по праведникам, рассказано, что Аль-Таребе писал, но она была уничтожена, нам не остались следить от нее. В другой раз поговорим об этом. Грешникам не надо писать, потому что это... Не потому что так понятно и так просто, непросто и непонятно, потому что они на самом деле в один сорт со средних. Под одна крыша. Праведник – это другой сорт человечества. А средные и грешные, они во многом очень схожи. Поэтому это книга, которая для средних, или для грешников, которые пытаются быть средними. Вот мы в прошлом уроке разбирались вот это. Теперь Ребе должен выяснять нам один вопрос, который любого человека, который учил когда-либо рамбам или трактат Рожа-Жана перед праздником Рожа-Жана и Мки-Пу, сталкивался. Это переводится в многократных, в разных книгах. Там четко написано следующий порядок. Когда Всевышний судит нас в Рожа-Жана, и каждого из наших еврейских душ проходит перед Него на этого сутка, Мроша-Жана, и пишут вердикт, что какая судьба будет с этого человека в следующий год, то как происходит суд? И написано так в Талмуде, и так цитировано у рамбама, у многих других книг, что если человек вёл себя достаточно нормально, достаточно нормально, то есть большинство его поступков были добросовестны, правильны, то он праведник. А если большинство его поступков были неправильны, недобросовестны, и неправильны по отношению со Всевышнему, то он грешный. А если половина, он средний. И это не просто так, смотрят на количество. Ещё и вердикт приносится за этого. Если большинство поступков были правильны, он будет переговорён к успешной, удачной год. Вот так. Если большинство поступков были неправильны, он будет в следующий год наказан. А если средний, то осматривают его дела до Йом-Кипур, спустя 10 дней, и тогда приносится вердикт, что делать или иногда отлаживают это на его поступки посередине года. Вот это описание, которое Талмуд объясняет нам, как готовится к Рошешене. И Рамбам приводит это как закон. как человек должен себе готовить на Рошешена Йом-Кипу. Воды полностью противоречимы ко всему, что мы учили прошлого урока прямо из разных местов Талмуда. Талмуда и в Кабале и по всему. Давай читаем это. Бе-го дамринон бе-алмо того, что сказано в мира. В мира это кому? Люди просто говорят. Нет. Бе-алмо это означает в общем, в заголе. Везде это говорят. Везде это означает, когда идешь, нарушаешь она и надо тебе судить. Везде всегда говорят, что праведник это большинство. да? Дамер, это мехцал мехца микри-бейнони. Половина, на половина бейнони, средний. Вров сухой есть микри-цадик. Большинство положительные поступки на зван цадик праведник и так далее. Абе-сняет, ребят, ну, как это понять? Гу-ше-ма-муш-ол линян с-хаг в-ой-неш. Вопрос, о чем мы говорим, говорит ребят. То есть, объясню. Есть мишна, есть, когда человек учит дела в микве, как надо укунуться в микве, то надо серьезно готовиться. Когда человек заходит в микве, он должен почувствовать, что он полностью на равных голову и ноги под водой, и он должен чувствовать его низкого положения перед божественностью. перед Богом и почувствовать скромности в сердце. Если он так не поступает, говорит Аризал, это не высчитывается, как укунуться в микве. Он как будто бы в микве не поступал. Кто тут читает Мишнает перед Кадишем? Ты читал Мишнает перед Кадишем? Наверное, надо начинать читать. А в Мишнает перед Кадишем? Один раз. Может быть, помните, есть там закон, что если женщина шла на берегу моря, и там была волна, и волна перекрыла ее сверху, и она была мокрая сверху вниз, поскольку что волна ее перекрыла, то она уже чистая, не надо в микве. Так что она шла гулять с мужем, с детьми на улице. В какой миг вы думали? Она ни о чем не думала, думала о мороженое, которое было в руках. Какая разница? Перекрыла ее волна, она чистая. Как это? Как это сходится? Приведу еще один намного жестче, яркий пример. Это уже не в Кабале, это уже не Агизал, это в Шуханово, в книге законов. Когда человек одевает тфелин, во время одевания тфелин есть мысли, которые человек должен думать во время одевания тфелин. Что в этот тфелин указано имя Бога и единство Бога. И в этот тфелин рассказано о выходе из Египта и открыто Красное море. И я одеваю тфелин на руку против моего сердца. И тфелин на голову против моего местонахождения и разума. Для того, что я не забуду Всевышний и его единство. И чудо, которое Всевышний нам делал, когда выбил нас из Египта. И я буду верить в него и уменьшить мои желание к наслаждению этого мира. Такая мысль. Посмотрите в Сидур это написано. Если человек одевает тфелин и не думал в закон, не вчитывается, не одевает тфелин. Не одевает тфелин. А если одевает тфелин еврея, который не думает, что не одевает тфелин, одевает тфелин. И так же самый повсюду. Какой ответ? Очень просто. У каждой высшей есть то, что называется хомер и цуга. Материальное существо и его душа. Хомер и цуга. Есть выполнение а есть внутреннее смысл. То есть виполин и цуга это одевает тфелин. Что это за тфелин? Это мысль, которую мы вкладываем внутри это одевание. Оно настолько важно, что даже в жилхану указано, что надо это думать. Иначе одевание тфелин не та, которая надо. Миквы надо укунуться в миквы. Такой закон. Для того, что это будет очищать не только физическая физиономия моя, а внутри себе надо думать. Но это уже написано только в каббале. Это душа дела. Это внутренняя причина дела. И все так. Когда мы говорим о суда, судить Всевышний нас по делу. Ты был хорош в этом году. Молодец. Ты был плохим в этом году. Разберемся. Так себе. Ну подумаем. Это суда. Это как идти на человеческий обычный суд. Не божественный суд. И там рассматривая дела о уплоченной налоге. И тебя оправдывают. Ты неправдник. Ты не получил удостоверение. Видите, я чистый. Нет. В этом дела тебе оправдывали все. Значит вы рожа шана говорили. в этом году ничего. Правильный. Правильный. Мы называем это, мы одалживаем слово цадик. Да? И говорит, ты в этом году был цадик. Ты был правильный. Это называется одалживание. Вот одалживание слов. Гу шем хам ушол. Одалживали этого имя ль по поводу наказания или оправдания. Почему так? Ль фи ше нидо и на хав убой. Поскольку человек осужден по большинству его поступки. Так осуждает людей. Он назван правильный. Или правильный. Поскольку что он выиграл суд. Овал ль и не нам мит а шем а то яр. Но когда мы говорим о правде. Ты праведник. Не секунду. Неправильный. А праведник. Шем а то. Что такое шем и то. То это характеристика. Шем это уровень. Например тоар. Я учу химия. А насколько учился доктор. Шем доктор имя. То ар химия. Цадик это вот доктор то есть самого высокого душевного состояния по отношению с богом. Когда мы говорим о шем и тоар и ма ла шел ма лус ма дрейгес халукес. Когда мир с дилайя. Цадик бейноним когда мы говорим о цадик и бейноним то это не вопрос о м м бейноним жинство. Какая душевная состояние. Вот здесь обошел другой положение. Об этом сказал об этом сказали мудрецов. цадик им ецар то и в шо и в тон праведники судят их. То есть управляют ими. Не судят, а управляют ими. Ецар то доброе начало. Божественная душа. Шене ма откуда они это учили? Вели би холол бкирби. Откуда они это учат? Что праведник управляет добрая сторона. Божественная душа. царь Давид говорил о себе после совершенной ему ошибку с бачева. Мы все уже читали слава Бога в тонах. Я не буду сейчас рассказать. Он молился о прощении и он говорит своего молитва ко Всевишнему вели би холол бкирби. Моя сердце опустошенное внутри меней. Что это значит опустошенное? Ше энлой яйцер горо. У него больше не была злая сторона. Неправильная сторона. Как он уничтожал? Рассказывает подговорцов. Ки хорогей бетайнис. Он его уничтожал в постами. Просто затоптали его полностью. говорит Ребе, что будет ясно. А в алкогол ми шелло ги а лам адр и гозу. Любой который к этому ступенку не дошел, то есть опустошенное сердце, не дошел к состоянию опустошенное сердце, а в ше с ху йо с мя б мя ла 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 он не считается праведник. Точно. Все. Точка. Для укрепления этого вердикта Ребе добавляет еще два очень важных строка. Велахен омру розал и поэтому сказали мудрецов в мидраши. Ро Акадош буху в цадик им шемотим все вишний увидел что есть малочисленные количество праведников. Почему малочисленные? Людей, которые опустошали своих сердцем и зла малочисленные? Ом мод вешот лон бехол даю воде. Все вишний их высаживал в каждое поколение для того, что их будут. Кмеши косу в цадик есот олам. И поэтому сказано, что праведник является фундамент мира. Фундамент надо высаживать, силу, укрепить внутри земли. Поэтому всевышний каждое поколение высаживает праведники, которые бурят упор нашего мира. Мы здесь закончили все отрывок вопросы и сомнений. Отсюда и дальше мы потихоньку набираем объяснение. Вот мы закончили первый часть нашей главе, первой главе. С этого точки мы начинаем получить знания. Знания, которые объяснят нам в этом главе кто такая животная душа или что вообще ее есть и что она подразумевает в себе. Потом в второй главе мы будем знакомиться с Божественной душой. Какая она, откуда она, сколько она, что она хочет. В третьей главе как она действует, как она должна существовать в своем жизни. Как она действует в жизни. Четвертой и пятой будем учиться, как она действует при жизни, в телесной жизни. И просто как она существует в себе. Есть Божественная душа в раю, а есть в телесной жизни, это разные вещи. В шестой главе будем знакомиться с более плотной животной душой. Седьмая и восьмая будем учиться, куда она может нас пустить при слишком крепкой дружбе с ней. Только в девятой главе мы начнем учиться, как они между собой интегрированы. То есть Божественная душа против животной души. Потом получим уже ответы, как мы говорили, о грешной, праведнике, средней. Хорошо. Ах, биуре иню, теперь Аризал был самый великий каббалист со времен Рожби, который писал книги Зуар. Он умер невероятно рано. Ему было 36, если не ошибаюсь. Совсем-совсем молодой. И он не успевал писать ничего. Все, что у нас осталось от Аризал, писал Абихайм Витал. И Абихайм Витал писал в «Варата благочестивая», к душам. И также написано это в «Вецхаим», это очень известная каббалистическая книга, «Шаарнун, варата 50-й, глава 2-я». А о чем они писали? У каждого еврея, неважно праведник или грешный, есть два душа. Что за новости? У каждого еврея два душа. Почему это так уникально? Почему это так уникально? Потому что не обязательно так это понять раньше, чем они писали. Не обязательно так это понять. До сих пор в Талмуд, в Медроши не указано, не идет речь о два душа. Идет речь о эмоциональной составляющей. До того, что Абихайм Витал об этом писал, и в «Вецхаим» это было написано, и, конечно же, было вытащено отсюда, и написано в Таня, взгляд мирового взгляда, еврейский мирового взгляда было, что у каждой евреи есть два тяга. Эмоциональной составляющей. Внутри одна душа. Еврейская душа. Не еврейская, не божественная. Просто душа. Человек. Вот я. У меня как будто бы, как вы видели иногда в мультике, какой-то маленький такой ангелочек, а тут какой-то злой начерт какой-то, который выговаривает прямо в ухо. То есть два составляющие тяги, которые питаются тебя тянуть к себе. Один, ну, Богом назначен для того, чтобы тянуть тебя к себе. А второй, сатан через нее тебя испытывает. Но они не твои. Это такие силы внутри каждого человека, которые просто пытаются разорвать тебя. Когда мы говорим о душах, это совершенно другого понимания. Душа – это целый человек. Начиная с разума и заканчивается с действия. И когда мы говорим, что у нас есть два, у каждого еврея два души, это означает, что есть божественная душа отдельно, с разума до действия. Есть отдельно еще один человек внутри меня. Животная душа, назовем это сейчас, с разума до действия. И они между собой борются. Это не просто я и вокруг меня два тяга, два желания. А я являюсь два. Откуда, где аргумент, что есть у каждого еврея два душа? Дихтив, венешомейс, а не осиси. Что это за приложение? Написано в этом приложении следующее. Веруах лефона ятоев. Когда Всевышний судит каждого душа в рожа шана, или в судного дня, или в будущий, градуший мир. Написано так. Веруах лефона ятоев. Руах – это один человек. Передо мной пройдет. Венешомейс и два души я сотворил. Один человек равно два. После того, что мы поняли реально колоссальное открытие, что есть два душу, теперь начнем их в них разбираться. Венешомейс, а не осиси. Шенштейн и фошис. Какие они двух души? Нефеш ахас. Одна душа. Мицада клипо в ситру ахо. Одна душа принадлежит ситра ахра. Ситра ахра в переводе – это другой берег, другую сторону. Что-то за другой. Естественно, это Бога. А другой – не Бога. Клипо. Ве ги этого душа, ситра ахра и клепа, который, она приходит от них, ги амисла бешес бедам го одам лах и сагуф. Кде она существует у человека, в кровь у человека, оживлять его телесная жизнь. Интересно. Почему началась животная душа? Почему не давать честь божественной души? Сразу бы. Почему? Такой честной Божьей. Причина очевидная. А животная душа называют мудрецов Мелех Закен Уксиль. Король старый и дурной. Почему? Потому что он приходит с рождением человека, с первой одышкой, с троп матри еще. Существует человек. Есть человек. Есть животная душа. Вегим и слабешес. Эта животная душа находится где? В крови. Для чего? Оживла тела. Наш организм живет благодаря ее существованию, не действия вообще, существованию. И как только человек выходит, а еще у матери, он еще кушает, уже кушает, уже слушает, уже принимает, да? Как только выходит, это только разумножается в количестве. Дышать, пить, кушать, спать. разумножается. Разумножается. Поэтому с ней начинается. Поэтому называется король. Он король, потому что он влияет на нашей жизни. Старый король, потому что он старший божественная душа. И к сил дурной у него элементарная просьба. Дай покушать, дай попить, дай жить. И этого душа, которая находится в крови у нас, и она оживла от нас, наша физиономия, она из клепот, из ситрах, укидихсив, откуда мы знаем, что она находится в крови, и в нашей физиономии, ки нефэш, хабосор, написано, нефэш, абосар, душа, которая отвечает за физиономия, в адамхи. Она находится в крови. Хорошо. Откуда она? Откуда она? Мы понимали. От ситраха и от клепа. Когда дойдем в шестой главе, поймем, что это такое ситраха и клепа. Сейчас не важно. Важно, что это не божественное. И понятно, что она находится в крови. Что она от нас хочет? Какая она? Что хочет она? Умимена боис, колмей дэйс роис. От нее приходит к нам все наши плохие эмоции. Тоис, и ребя объясняет, меарба, иесоидоис, роим шебо. Из четири составлайошей, которая составлает ее существование. Каждое существование в материальной жизни и в духовно-материальной жизни та же самая, он устроен из четырех составляющих или физических, или в духовности. Какие они? Огонь, земля, воздух, вода. И этих четыре составляющих у духовного существования, как у животная душа, они присутствуют в характеристиках, не в ее составляющих физиономии, потому что у нее нет физиономии, физическое существование, а в физиологии, а в ее духовное проявление. Какая? Дагайну. Например, КАСВГАВА, спирчивость, злость и ВИСОКОМЕРЯ, ВИСОКОМЕРЯ, МИСОИДГОЭШ, они приходят из составляющих огня, который в животной душах. Что такое огонь? Спирчивость и возвышенность. Поэтому он постоянно поднимается вверх. ВИСОКОМЕРЯ, 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 желание к наслаждению, любое наслаждение, МИСОИДГОМАЙ, он приходит из состав воды. Почему? КИХАМАЙМАЙМАЦМИХИМ КОЛМИНАТАЙНОГ, откуда приходит в наш физический мир. Наслаждение водой. Вы знаете, какое-то наслаждение, которое сухое? Ни одной. Любое наслаждение связано с влагой. Любое. Почему? Любое. Холилус велиционус. Холилут велиционут. Это когда человек просто по пустякам. Он такой, как витер. Чуть не болтает глупости. В испайрус, когда человек хвастается. Хвастовство. Да, я такой, поднял сто килограмм, одна рука. Хвастовство. Ни о чем. В дворе бетели, когда человек просто болтается. Ни о чем болтается. С какого составляющего, как вы считаете? Воздух. Это приходит из воздуха. Ацлус в ацвус. Лен и грусть. Мисейдорфа. Приходится и земля. Земля такая. Унилая. Лежачая. То есть, когда мы говорим о животной душах, мы видим, допустим, Борис Исаакович, не надо говорить, он совершенно правильный человек, но простые люди, как я. Когда смотрят на меня, да, и видим, что, допустим, я очень спирчивый, но нельзя сказать, что я очень ленивый. Это означает, что моя животная душа, в ее составе большая доза огня, меньше доза земля. У другой человек, он такой весолый, постоянно разговорчивый такой, да? У него, значит, составляющий больше воздух и меньше другой. Есть такие люди, которые очень, все, что дает им кайф, они там. Есть таких, которые совершенно нет. То есть, получается, что мы можем увидеть в каждой человек, по его недостатке или по его характеристике, даже недостатке, мы увидим, какая у него, какой дар он получил из клепот, что за дарение, которое ему подкрепили, да? Но, не только это. Вегам, хорошая эмоция, хорошее желание, что в теве כל Исраэль бетоледоисом, которые мудрецов говорят, что у каждого еврея есть срождение. Есть еще одна. Описано, что если еврей жесток, надо смотреть, если он еврей. Царь Давид, когда он стал королем, к нему пришли судицы. Царь Шаул, который жил до него, царь Шаул переездил целый город у теми, которые пришли перед Йошуа, когда они зашли в Израиль и обманули Йошуа, говорили, что они изделокая страна, что они хотят присоединиться к еврейскому народу. Оказалось, что это евусы, они стали евреями, обманом. Убить их было нельзя, потому что они уже подключились к еврейскому народу. Поэтому Йошуа выговорил их, что они будут простые работники. То есть никакого элита от них не будет. И так они жили. И Шаул перерезал целый город от них. Он в последние годы стал не совсем адекватным. Так вы все читали уже. Много неадекватных. Но вы можете читать это в тонах, которые, конечно, вы уже читали. И когда они пришли перед царь Давидом судить, он говорит, ну, царша Уль нет, что он ум, он погиб войной. Что делать теперь? Они просили несколько членов семья царша Уль, и их перерезали. И для спокойства было вынуждено это выполнять. Но из-за их жестокости царь Давид вычислил их из числей еврейского народа. За жестокость. Та же самая скромность. Не скромность говорит, что я никто. А скромность – это апостол, не показатель, много чего, не важно сейчас. Написано, что еврейские женщины, они скромны в натуре. То есть это выдает добро тоже из животной души. Почему они от животной души? Потому что солод, животная душа, которой у клепот есть право отдавать еврею, это именно и солод клепотного. клепотного есть добро, а есть зло. Она смешанная. Где мы видим этого добра? Этого добра должна ослаждать зло. Что такое зло? Вот как мы характеризуем ее? Эгоцентричность. Я в центре. Когда человек скромный, он не в центре. Когда человек милосерден, он чувствует чужого гора. Он не эгоцентричный. То есть пошла типа какая-то аномалия, перелом внутри эго. эгоцентричный. Поэтому мы называем это доброе начало, доброе чувство. Но они приходят тоже от животной души. Почему? Они не ради Бога, они ради себя. Я не в центр, но это для меня успокоение. Например, я не могу есть, когда чужой голодный, но я не могу есть. Убожественная душа это не так. Я даю, потому что так надо. А животная душа я не могу есть, пока он голодный. Лама, он объясняет, киби Исраэл у еврейского народа нефеш зуде клипо, этого животная душа, которая происходит из клипа, какого вида клипа, хим клипа снойга. Она приходит из клипа в солт нога. Шиеш багам кентой, она существует смешанное добро и зла. Ви хим ессоид этсадас той вора. И она истекает из дерева, который испытывал первый человек на земле. Эй ессадас дрова мудрость или знание. Эй цадас что-то за дерево. Там есть три мнения у мудрецов. Одна из них, что это была пшеница. Аргумент, почему пшеница. Ребенок не способен называть папа мама, пока не попробовал пшеничное чувство. так написано. Или недорос до способностей. Что это означает? Что это означает? Папа мама, он уже различается, у него есть способности видеть то и другое. Или есть мнение, что это был виноград, который производит от него вино. вино это плохой. Бухать плохо, а пить при праздниках хорошо. То есть оно имеет двойное чувство. Это и есть, это истекает от клепат нога, имеющиеся восприимчество и к добру, и к злу. Оно имеет двойное свойство. Остановимся здесь, следующий урок будет необычно интересный, потому что мы начинаем вникать первой в душу, которой их производитель произведений от других видов клепот, а потом сразу начинаем входить в божественную душу.